Ну наконец-то мы дождались, у нас появился живой геймплей того, как работают способности Killjoy, нового 12 агента. Ну а я объявляю неделю офигенного контента по Валаранту, потому что нам уже показали новую систему рангов, сейчас вы слили геймплей нового агента, а уже совсем скоро выйдет новое обновление. Так что не забывайте подписаться и давайте сразу начинать. А начнем мы с абилки, которая по умолчанию установлена на кнопку C и называется Alarm Bot. То есть бот, который будет бить тревогу, если вдруг что-то произойдет. Вы можете установить своего бота, который будет охотиться на всех, кто смелится зайти в радиус его действия. Как только бот срабатывает, он не только уведомляет вас об этом, но еще и наносит цели урон. А если вы сами начнете по этой цели стрелять, она будет какое-то время получать двойной урон. Да и на самом деле не обязательно стрелять, потому что двойной урон будет получаться от абсолютно любых источников. И кстати, если вы хотите его переставить, это можно сделать просто подняв его, удерживая кнопку активации. Да, звучит очень круто, но это лишь начало, поэтому погнали дальше. Второй скилл на кнопку Q по дефолту, турель Killjoy. Да, та самая слива, которую мы видели уже очень давно. Тогда я говорил, что будет странно, если робот будет сам стрелять по соперникам, потому что непонятно, насколько мощным и точным его сделают разработчики. Однако в итоге, так оно и вышло. Этот робот-турель может поворачиваться на 180 градусов и прикрывать углы, которые вам самому смотреть неудобно, например. Однако, судя по видео, урон там совсем мизерный. После того, как этот робот сделал 6 выстрелов, потребовалось еще 3 выстрела из классика, чтобы добить соперника. Это может говорить нам о том, что, скорее всего, все будут использовать этого робота, скорее, для получения информации о местоположении соперника. Окей, переходим к бесплатной обилке, которая, по сути, является чем-то похожим на клетку Сайфера. Только вместо ограничения обзора она может наносить урон. И судя, опять же, по видео, которое у нас есть, она наносит довольно много урона. Вы представьте, если, играя за атаку, вы установите такую штуку на бомбу, при этом у вас будет в команде еще какой-нибудь бримстоун с молотовым и сова с шоковыми стрелами. Да там вообще к бомбе защита подойти не сможет. В общем-то, очень интересно, посмотрим, как все это будет в итоге работать. Ну и напоследок, его ультимейт, о котором, опять же, все мы знали заранее, но не были уверены на 100%, что работать он будет именно так. Килл Джой устанавливает нечто похожее на Спайк, затем проходит несколько секунд и происходит активация, которая отключает соперникам возможность стрелять, а также очень сильно их замедляет. Это что-то вроде ульты Брича, только в этот раз по вам вообще стрелять не смогут. Поначалу можно подумать, что эта ульта вообще дисбалансная, однако пока она активируется, ее ведь можно и сломать. В таком случае никакого эффекта не будет, как вы сами прекрасно понимаете. И вот этот луч света, который бьет в небо, ясно дает понять соперникам, где находится этот мини-спайк. Можно будет круто это использовать в ситуациях при защите спайка, например, потому что там у вас уже есть территория, а также вы можете предположить то, когда соперники уже будут подходить. Единственное, что мне непонятно, это то, что на видео Феникс стоит прямо напротив этой штуки, а написано, что нужно быть просто в радиусе ее действия. Если нужно иметь еще непосредственно зрительный контакт с ней, то вообще получается такая себе ульта. Поспешных выводов делать не стоит, а то будет как с Рейной, когда мы все решили, что она имба, а по факту оказался такой себе дуэлянт. На данный момент мне кажется, что за защиту Килл Джоид действительно очень мощный агент. Нет, ну вы представьте, Сайфер устанавливает растяжку, как только в нее кто-то попадает, вы тут же активируете свою нано-бомбу и все. Просто смерть тому, кто во все это попадет. Или вообще, Турель плюс дрон-локатор, плюс парочка растяжек и камера Сайфера, и можно сваливать с плента, полностью оставив его на обилках. Мне вот прям очень интересно посмотреть, как будут использовать этого агента про команды, поскольку потенциал у него действительно большой. Также важным аспектом является то, можно ли разрушать все его ловушки, как те же камеры Сайфера, или же они являются полностью невидимыми и активируются только при контакте. Скорее всего, полностью неуязвимой будет лишь его нано-клетка, давайте называть ее пока что так. А вот бот-локатор можно будет сломать еще до активации, в общем-то уже совсем скоро мы это узнаем. Пока что Килл Джоид выглядит как офигенный агент для того, чтобы дефать какой-либо из плентов, но вот за атаку я не знаю, как можно будет использовать все его обилки. Они будут довольно бесполезными до того момента, пока вы не зайдете в плент и не установите спайк, а вот уже потом, опять-таки, все его обилки будут использоваться в качестве защиты, но уже защиты спайка. Поэтому для стороны защиты уже сделать ретейк будет довольно сложно. Лично я уже с нетерпением жду появления нового агента в игру и обязательно расскажу вам про то, насколько в итоге он крутой или же не очень. Ну а если вам было интересно, обязательно подписывайтесь на канал, потому что впереди грядет большой апдейт и много всего интересного, не советую пропускать такое. На этом видео подошло к концу, всем спасибо, кто досмотрел до конца, с вами был как всегда Раундс, до новых встреч, пока!